еще раз всем доброго вечера участникам сообщества цветанутая гостям моего канала с вами снова я татьяна сейчас я снимала видео по обзору укореняющейся будры а вот пересадила ее уже из перлита где она у нас укоренялась в индивидуальных мешочках вот и у нас освободились а вот стаканчик из-под будры с перлитом вот перлит у нас есть в нем я на прошлом видео говорила во влаге содержащейся в этом перлите находится гормон роста так как здесь росли корешки они отдали свою вот это вот гормон роста отдали влаги вот в которой не содержались теперь я хочу сделать укоренение питуньи хочу попробовать вот у меня есть вот такой черенок сохранившийся я брала у полины это в вайбере группа питуньи пеларгонии не помню фуксии что ли вот ссылку я могу дать на этот на это сообщество на эту группу могу дать под видео моим вот это сохранившийся черенок с осени вот он сохранялся у меня вот так и вот в общем я вот пересадила здесь него тоже такие хорошие корни наросли видите вот какие уже опутали коп уже можно будет вот после черенкования через дня 4 3 3 4 пересадить уже в больший объем ну сейчас мы начнем с вами черенкование значит вот я выбрала вот такую вот питуньку ножницы мы обязательно обрабатываем значит каким-то спирт содержащим средством либо либо обрабатываем хлоргексидином лишь чем-нибудь еще чтобы то что содержит спирт вот значит находим наш вот черенок смотрим значит здесь у нас раз два три 4 5 шесть вот над шестым листом делаем вот так вот надрез прямой таким вот образом прямой надрез и череночек мы срезали вот такой у нас получился черенок на этом черенке мы убираем вот эти листья таким образом меняют они легко убираются вот убрали листья обязательно срежем макушку она нам не нужна пока вот мы ее подрежем таким вот образом тоже и вот эти листики все наполовинку обрежем чтобы они не забирали много влаги из черенка при укоренении вот наш пиклит мы туда просто вот таким вот образом помещаем наш черенок так вот и просто поливаем значит смотрите правило жидкости содержит до которой должны содержаться при укоренении если у вас вот меня 100 миллилитров значит жидкости народ наливаем ровно 50 миллилитров вот в этот стаканчик все наберу ровно половину этого объема перлита для того чтобы хорошо хранился у вас черенок и не было много влаги так вот по краю по краю стакана таким образом мы на или 50 миллилитров вот так у меня получилось побольше значит нужно немного слить я солью следующий стакан которым буду укоренять вот так вот солью лишнюю влагу стакане нет отверстий они не нужны здесь для укоренения черенков отверстия не нужны и помещаем наш стаканчиков как как и все остальные все другие помещаем его в индивидуальный такой пакетик замочек таким образом защелкиваем его так закрываем его замочек и наношу скрепочку подвешиваем к лампе вот таким вот образом так лампе подвесили вот так вот он будет висеть и укореняться мы с вами будем за ним следить как же он у нас укореняется то есть вот таким образом мы сегодня и сделали эксперимент укоренения черенка петунии в перлите посмотрим что будет с ним через две недели но я с вами прощаюсь всего вам доброго до свидания